Добрый день, друзья! И сегодня это передача «Точка зрения», которая выходит на YouTube-канале христианско-притестантского города Кемерово. И у нас сегодня, опять мною, опять еще раз скажу, хоть вы всегда говорите, не хвалите, но я очень уважаю Юрия Кирилловича Сипко, и мы сегодня постараемся поговорить на острые темы. Конечно, сейчас достаточно сложно говорить на острые темы, потому что, учитываясь последними законодательствами, тебя могут привлечь по клевете к разжиганию какой-то розни религиозной и так далее. Но все-таки Писание учит нас, чтобы мы были солью, были светом, и чтобы мы все-таки, как слово, подобно обоюдоострому мечу, говорили, отделяли ложь от от правды. От правды. Ложь от правды. Юрий Кириллович, добрый день еще раз. Приветствую, приветствую, Андрей Владимирович, приветствую всех, кто нас смотрит. Юрий Кириллович, хотелось бы, знаете, вот недавно буквально были большие события в Хабаровске, в Белоруссии. До этого были события в Украине. И сейчас, можно сказать, волна докатилась до России. 112 городов вышло. Вышло с протестом. Конечно, детонатором сыграл прилет Алексея Навального, который, по большому счету, призвал выйти на несанкционированный митинг. И люди вышли. И вот, во-первых, что, первый мой вопрос, что вы видите, что сегодня происходит в России? Почему такой масштабный взрыв? Ну, что сказать происходит в России? Россия находится в таком состоянии уже несколько веков, как это не сладостно звучит. Такая вот шаг вперед, два назад наша доктрина государственного строительства. Мы наш новый мир построим, разрушив прежде до основания. Вот это наша кредо национальная. Можно, конечно, общими формулировками тут находить объяснение происходящим процессам, но все-таки в государстве российском происходят объективные процессы. Умирает старое, рождается новое. Мы живем в 2021 году, 21 век, уже 21 год. Выросло новое поколение людей. Информированность людей стала такой тотальной, что она иногда обрушивает сознание в массу такого новостного потока, давит буквально. Но, тем не менее, в людях так или иначе звучит вопрос, кто я, зачем я, куда я. Может быть, с большим расширением или с меньшим углублением, но каждый человек, особенно в подростковом возрасте, очень сильно переживает именно вот эти вещи, самоидентификация, кто же есть я в этой тьме, что мечусь каждый день в утомительной смуте. В родительском доме вопросы такие остаются подвешенными, на них нет ответа. Школьная программа при всей своей, скажем, уникальности, универсальности и пораженной вот этим вирусом, она вообще умалчивает об этом. Она создает такую иллюзию большой образованности, литература, история, география, астрономия, весь мир как бы у нас под ногами, мы все изучаем, так ничего и не познавая. И самое главное, мы не отвечаем на эти вопросы, кто есть я. Кто есть я сейчас и здесь, и кто есть я, чтобы завтра моя жизнь приобретала смысл. Это все такая общая картинка. И в реальности в нашей сегодняшней вот эти вот точки взрывные, точки такие острые, они импульсивно подмогают или подвигают молодых людей рассуждать и искать эти ответы в выражениях таких, как и случилось в прошлую субботу. Поэтому накопилась большая энергия, неотвеченная и нереализуемая. Накопилось большое недовольство ложью, которая существует в обществе, тотальная. Накопилось большое раздражение вот этим расслоением, которое в обществе нашем, российском, разделило народ глубинный, как говорил один мужичок, и элитный, который находится за высокими зубьями, стенами зубьями, кремлевских ли, кемеровских ли. Но в каждом областном городе, в каждом субъекте федерации есть элитарная прослойка, которая управляет всем финансами, управляет она идеологией, управляет она информацией, она управляет всеми жизненными процессами. И этот пресс, безусловно, создает такую энергию сопротивления, которая, как из парового котла, когда-то, но взорвется. Ну, то есть у общества сегодня есть потребность справедливости. То есть они видят тотальную несправедливость, и вот ложь, клевету, коррупцию, воровство, и они уже говорят, ну, все, хватит, но это, ну, как бы, есть в вас потребность справедливости. Поэтому я вот сам был на митинге, ходил, и я вот видел, что немногие пришли прямо только за Навального. Они говорят, нам уже все надоело, все глобального ложь, глобальная коррупция, вранье, гражи, ну, то есть это воровство. Вот как вы думаете, это импульсивный взрыв, или это уже осознанное решение людей? Нет, нет не осознанного, нет не организованного. Я не вижу таких процессов. Они подавляются властью очень тщательно, тотально. И эпизод с Навальным, которого отравили, это был случай божий промысел, что этот акт отравления не завершился. Но эпизод с Немцовым, которого убили, можно сюда в этот ряз выстраивать других. Он поражает в людях волю к победе, он поражает в людях стремление к свободе, он убивает в людях даже само желание говорить правду, потому что вы вначале несколько сказали о репрессивных законах, которые называют клеветой, называют человек шевельнулся, иностранный агент, человек сказал что-то, он, пожалуйста, тебе оказывается оклеветал, он с кем-то пообщался, он оказывается создал группу, которая против государства строит, что-то замышляет. То есть тотальное засилье вот этих сил, которые ФСОшные, ФСБшные, просто полицейские, они создали этот климат, в котором говорить сегодня запрещено, запрещено думать. Вы думаете, это проходит бесследно? В огромной части людей это приводит к взрыву, но основная масса подавленная, основная масса безликая, безмолвная, и никогда и никогда не заговорит, и никогда не выйдет. Это та самая масса, о которой Пушкин когда-то сказал, паситесь, мирные народы, вас не разбудит честь и клич. К чему стадам дары свободы? Их нужно резать или стричь? От крепостного права, безнадега, сколько было попыток там народовольцев и прочих всяких людей, зовущих свободе, они все были в лагерях утоплены в крови. Наша революция, которая обещала народу фабрики и заводы, крестьянам землю, наша революция утопила и крестьян, и пролетариев в крови. Наша революция до сих пор продолжается, и мы сейчас с особым тщанием поднимаем эти пласты прошлого, той самой вот этой гулаговской системы, в которой вот этот лагерный режим управлял всеми процессами, и этот простой формат, когда кто на кого сказал, кто первый сказал, кто первый донес, доносчик остался, а вот тот уже сидит. Это же сегодня все всплыло, воскресло, и в обществе нету энергии жизни, нету энергии жизни. Можно сказать, что все эти элитарные слои, которые находятся в Кремле, они же сами заложники, они же сами заложники своей лжи, они живут в этих двух стандартах, как будто бы из себя изображая богатых, управителей судеб народных, как будто бы они государственную политику строят, защищая суверенитет страны, отбиваясь от врагов внешних и внутренних, это все бутафория. Они же это понимают. Любой артист самый такой, знаете, известный и успешный, он на сцене отработает час-два, ему надо неделю отдыхать, приходить себя, а эти работают в этих ролях чужих день и ночь, они уже вот так истощились, они уже выхолощены, у них внутри пустота, но они уже не могут выйти из этой роли, они же заложники этой роли, но поэтому когда вы говорите о возможном таком массированном, продуманном сопротивлении к переменам, такого нету, нету. почитайте все сегодняшние рассуждения, философские, политические, они до такой степени пустенькие, они до такой степени местнические, в них нет по-настоящему тех самых фундаментальных ценностей жизни человека, который основа всего, который образ Божий, в котором даны Богом и права, и свободы, и достоинства, где, в каких политических программах человек стал по-настоящему человеком, только у Христа. Только у Христа. Да Христос, чтобы спасти меня, человека, он на крест себя отдал, на муки. А сегодня эта драчка, которая вот так вот выливается в тотальное преследование, сейчас хвастаются эти правоохранительные органы, несколько сотен человек, несколько сотен уголовных дел заведено. В отношении кого? В отношении граждан, смирных, послушных, покорных. Они вышли по улицам пройтись и получили сейчас, получили дубинкой по мордасам и срок еще плюс в камеры посидите, кто месяц, кто два, а кто и на пару лет загремит. Это власть родная, заботливая о народе своем. Вот понятно, вот смотрите, когда выходит такое, опять же, отсюда выходит роль тогда церкви. Вот с одной стороны, да, а роль церкви вот в это смутное время, как вы ее вообще видите, кто-то говорит, ничего нельзя поменять. И вот наша задача просто людей приводить к Христу, к покаянию, учить их жить христианской жизнью и не вмешиваться во все эти процессы. Вы, как видите, роль церкви, когда вот такое происходит в обществе? как я вижу роль церкви, то есть я ее вижу как реальная картина. Она в обществе нашем находится на позициях обслуживающих власть. Церкви, как автономного, самодостаточного духовного института в России нет. Надо признать это по-честному. Она живет под покровом власти и она угодливо обслуживает интересы власти. Она осуждает людей, которые хотят свободу и хотят достойной жизни. Но она хвалит и всячески поощряет власть, которая зажимает людей, превращая их в бедное и беспомощное существо. Ведь это же политика, она же сознательная политика. Пенсионер, он живет в состоянии вот лишь бы выжить. И в этом состоянии лишь бы выжить у него нет никакой энергии на то, чтобы свои права заявлять. У него главное, чтобы хлеб был и чтобы было лекарство, потому что он вот только и живет в этих двух измерениях. Хлеб и лекарство. Все. И он поставлен в эти условия. Вот их огромное количество, несколько миллионов, десятков миллионов живут так. Церковь обслуживает интересы государства. И поэтому, когда вы говорите, а какая роль церкви? Чтобы роль церкви обозначить, нужно церковь обозначить. Есть она у нас такая церковь, которая настоящая водится силой Духа Святого, у которой Конституция Священного Писания, у которой человек является главным субъектом права, достоинства, которому она служит, как Христос говорит, я пришел послужить. Я не пришел, чтобы мне служили, я пришел послужить, я пришел взыскать и спасти погибшее. Сегодня церковь, если уж говорить так вот, ну, в таком массовом представлении с золотыми куполами, это не та организация, которая служит людям, это та организация, которая людей ставит в рабское положение и заставляет этих людей служить церкви. Тащите сюда яйко-млеко, тащите сюда денежку, тащите сюда свое состояние рабское, стойте на паперти, как рабы, а мы на тебя брызнем водичкой, мы позволим тебе окунуться в прорубь, и, может быть, мы позволим тебе приложиться и причаститься святых мощей. Где вы видели церковь, у которой есть голос свободы, голос правды, достоинства, которая готова снова встать, как Христос, на крест? Так во все времена настоящие последователи Христа за униженных, за оскорбленных, они становились под это орудие пыток, они терпели себя и отдавали своих учеников на костры инквизиции. А что сегодня наша церковь? Наша церковь сегодня сама на инквизицию тащит. Сама эти костры разжигает, сама осуждает людей, понимаешь, знаете, узилища, и вы говорите про церковь. Сегодня можно говорить о людях, у которых есть дух, и которые имеют вот это внутреннее горение, чтобы себя, по крайней мере, не потерять, не унизить, вот чтобы себя сохранить как достойную личность. Вот индивидуально, автономно, вот это вот запрос, я бы сказал, а нам требуется отвечать на этот запрос. Человек, который должен быть честным, даже перед лицом угрозы не лгать, даже перед лицом потери своего имущества не воровать, даже перед лицом потери свободы никого не насиловать, никого не угнетать. Это принципы, которые у нас не звучат в обществе, вообще не звучат в обществе. И в церковной ограде они не звучат. Вот, Юрий Кириллович, немножко из своего опыта скажу. Я сейчас стал делать вот такую журналистику, такие передачи. И вот мне дошла информация, ну, скажем так, что я в городе узнал, что полмиллиарда выделили на стройку сиротов. Построить дом для сирот. В нашем Кемерово. В нашем Кемерово. В ноябре должна быть сдача. Там только фундамент. Ну, как бы. И я это дело озвучил. Озвучил и, короче, насколько мне дошла информация, там наверху уже отчитали, что все построено, все освоены деньги. Приехала прокурорская проверка. К фундаменту, да? Да, к фундаменту. И здесь пошел кипиш. И вот, ну, как бы. И вот здесь вот такой момент. С одной стороны, Библия, ну, меня упрекает. Ты пошел против власти. Ну, вся власть от Бога часто цитируют. Я говорю, подождите. Но церковь же по Библии, она выше любой власти стоит. Ведь Бог дал церкви вразумлять как простого, так и царя. Ну, или другой момент. Посмотрите, заступаться за сиру. Это по Писанию. По Писанию. Если ты видишь, что ниже стоящая власть воровала в образные деньги. Если бы мы не подняли, то Москва бы это не узнала. Так я должен, как вот, если я вижу воровство, власть имущие, которые пробрать. Должен ли я это обличать? Должен ли я высвечивать это? Если я это реально вижу. Должна ли эта церковь делать? Или когда видят, что это самое, вообще несправедливость по отношению к человеку делает. Должны ли духовно сильные люди? Может быть, ладно, упустим церковь. Духовно сильные люди, верующие. Как бы, вот, поднимать этот голос. Вот ваше мнение. Ну, безусловно, должны. Как Христос сказал, зажегши свечу, не ставят ее под столом. Ее ставят на подсвечнике, чтобы она светила всем. А что значит, чтобы она светила? Вы свет миру. Это значит, она как раз освещает вот эту тьму и обнажает сокрытое. Обличает вот эту неправду. А в чем миссия была этой церкви или этих христиан? И в чем вообще призыв христиан? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Это значит, вы покайтесь, то есть осознайте свою нечистую сущность, свою неправоту и изменитесь. В Евангелии есть закон и правды. Когда мы об этом говорим, брат дорогой, здесь только плакать приходится. Опять же, мы же видим массовое такое вот проправославное сегодня христианство в России. Я пытался тоже иногда говорить не чиновникам, у которых, ну, что называется, слава и деньги, глаза за села. И они уже не слышать не могут, не делать не могут. Я пытался к батюшкам говорить. Батюшке. Ведь все вот эти воры, вот эти вот все, которые коррумпированные чиновники, которые миллионы сиротские себе на даче на разные фазенды и яхты уворовали. Ведь они приходят к тебе, ручку целуют. Ведь ты им причастие отдаешь. Они у тебя исповедуются. И ты знаешь, что они воруют. Ты знаешь, что они себе деньги гребут. Такие, на которые могут, понимаешь, строить фазенды за рубежом. А дети здесь, вот эти самые сироты, брошенные на произвол судьбы, жилье, которое им полагается по закону, они не могут получить. Страшное вообще, катастрофическое положение. Батюшка, как ты с этим миришься? Батюшка, закрывший, забрал, молчит. Почему? Потому что у него храм построен на такие же лукавые деньги, коррумпированные. Он от них получает, от этих коррумпированных процентов, хорошую машину. Он сам строит себе хорошую, понимаешь, дачу на эти же деньги наворованные. Он сам совершает эти паломнические поездки по таким крутым местам отдыха в Монако и прочие заведения лас-вегасовские. И поэтому, понимаем, в чем дело? Рука руку моет или ворон ворону глаз не выклюет. Они, никто из них не живет по принципам Евангелия, чтобы ради Христа обнищать, чтобы ради Христа провозглашать правду, невзирая на лица, как Христос сам говорил. Горе тебе, Хоразин. Горе тебе, Бифсаида. Вы же будете судимы за свою ложь, за свое вот это коррумпированное состояние. Кто ей сегодня это говорит? Кураев там попытался говорить. Ну что его? Лишили сана. Его сейчас еще угрожают отлучить. Это внутри православия. А мы с вами, конечно, но в том локальном промежутке, где мы живем, хотя бы проповедовать эту правду и хотя бы жить тоже достойно. Чужого не возьму, слова неправды не произнесу. Никаких вот этих же... Это же основы вообще общественного сознания, общественного устройства. Поэтому, когда вот вы болевые точки называете, у меня просто стынет кровь от беспомощности и от того, что именно церковь, обладая откровением Божьим, встала на службу вот этой лжи. Вы Навального назвали, демонстрантов назвали. Первый, кто должен был бы об этом заявлять, это первый должен был бы заявлять первосвященник Русской Православной Церкви, который должен был бы публично сказать вот этим вот. Отойдите от меня, как этот Иоанн Креститель говорил. Сотворите достойный плод покаяния. Что вы мне несете цветы? Что вы мне несете своей подачкой? Я не поеду ни на Мерседесе, ни на БМВ. Я не поеду вот в этот храм, который построен на ворованные деньги. Я никогда здесь молитву не произнесу, потому что это деньги сирот, это деньги пенсионеров, это деньги, которых вы ограбили у рабочих, не заплатив им зарплату. Вы построили здесь храм, вы золотые, понимаешь, купола на них воздвигли. Вы хотите, чтобы вот эту свою мерзость, свое воровство, кровь этих людей безвинных, чтобы здесь мы замаливали за вас? Никогда этого не будет. Никогда этого не будет. Но где вы это слышали? Где вы это слышали? Когда церковь у нас тысячу лет находилась всегда под пятой императора, его величества, когда первоиерархов устанавливал и снимал император, назначал и снимал император, довольствие, свободу и защиту давал император. И эта церковь без императора, но она ни шагу вперед. Это наша беда общая. Да, вот знаете, вот я вот, мне в четверг приходили полицейские, зная мое активное действие, получили протокол, ну, предупреждение. Предупреждение. Не ходите, дети, в Африку гулять. Вот. И меня, если честно, когда это сильно разозлило, я сделал ролик, я говорю, вы будете диктовать мне повестку дня. Ну, и я как бы так жестко дал ответ свой по поводу, буду я, не буду я. И знаете, что самое интересное? Я некоторую часть ролика кинул в ТикТок сейчас, популярная молодежность. Ага. За двое суток 73 тысячи просмотров. Вот так. И причем говорят, говорят, наконец-то батюшка начал говорить правду. Кто-то говорит, да недолго ему жить. Слава Богу, остались священники. И в основном вот говорят, вот молодец, хорошо, огонь, сильно, все правильно сказал. И у меня вот тут отсюда исходит такой сразу тогда вопрос. А не из-за того ли, что священники сегодня молчат, ну, сегодня люди. Вот одни говорят, был бы я в Кемерово, я бы обязательно ходил бы в этот храм. Ну, они, ну, священник, а не знают, православный там я или протестант. То есть, не из-за этой ли позиции сегодня церкви уменьшаются, не растут, не имеют авторитету молодежи? Конечно, за этой позиции. Ведь абсолютно безгласная церковь. Вы вот называете болевые точки, то, где действительно течет вот этот гной в обществе и в отдельной судьбе. Посмотрите Евангелие, посмотрите Христа, пройдите с ним вместе. Христос Иисус именно туда шел. Вот там страдающая вдова, вот там парализованный человек, вот там находятся под прессом давления люди. Его за это обвиняют. Чего ты там ешь и пьешь с мытарями и грешниками? А он именно с ними. И он говорит, я пришел взыскать и спасти погибшее. Что сегодняшняя церковь делает? Я же говорю, она поднялась туда вот, в преддверие кремлевских высот, и она оттуда то же самое вещает. Что она вещает сегодня устами официальных своих слуг? Она вещает правоту власти. Это же она вот эту доктрину внедрила в общество, что власть святая, сакральная, она поставлена над Богом. Власть нельзя критиковать, против власти нельзя ни слова сказать. Если ты только сказал против власти, ты уже сказал против Бога. Это уже доктор. Она же насаждала. Церковь самая насаждала. И вот она результат сегодня. Поэтому вы и выглядите, как уникальный там Лютер или какой-нибудь Галилеев Галилей. Что вы вдруг открытие сделали. Надо же правду говорить. Я сам знаю, куда мне ходить. Вообще сам по себе вызов, когда эти приходят ребята полицейские, говорят, вот туда не ходи. Ну вообще-то чувствуете, какой режим детского сада или полностью потери разума во власти. Когда они своим гражданам предписывают, куда ходить, куда не ходить. Ладно, тут пандемией напугали и лишили нас свободы. А тут еще у них страх Навальный навел. Они бедный там наклали в страны, потому что Навальный приехал, сейчас все тут перевернется. Ну Навальный никогда не поднимал руку на власть. Он просто говорил, вот вор. Вот он наворовал, вот документы. Вот вор еще другой. Вот он наворовал, вот документы. Вот что говорил Навальный. Они бы его взяли в свой штат. Они бы дали ему специальную должность. И он бы коррупцию сейчас уже давно, наверное, и победил. Вот тут вот сразу такой вопрос. Я когда начал защищать Навального, и вот пошло, знаете, поток. Такое ощущение, мне кажется, по методичке. На моей странице стали вся власть от Бога. С мятежниками не сообщайся. Кидают вот эти вывески, что Навальный за гомосексуализм, за все это. И вот как бы атакуют его, что вот если ты поддерживаешь несправедливость по отношению к человеку, человека хотели убить, не удалось. Он приехал, его тут же арестовывают, нарушая все законодательные. И если ты поднимаешь голос как священник за несправедливость, то ты либо бунтарь, либо ты за гомосексуализм, за немецкого шпиона. То есть это часто говорят верующие. Ваше мнение по этому поводу? По этому поводу мое мнение простое. Мы наследники ГУЛАГа, где единомыслие было результатом такого репрессивного аппарата, потому что всякую свободу мысли уничтожали тотчас же. Эти тройки, расстрельные списки, эти очереди в ГУЛАГ, которые стояли до самых Ледовитого океана. И Воркута, и Салихард, и эти якутские побережья Колыма. Это же миллионы людей, которых лишили жизни. И вы думаете, это что, прошло бесследно? Я называю это отрицательной селекцией, которая выводила в течение нескольких поколений людей безвольных, людей вот таких предателей, которые будут за власть, за сапог этого властного, вот этого урядника держаться и считать, что вот это счастье жизни. А всякий, кто сапог этот попробует отодвинуть с дороги, он будет его называть врагом, как вы это и услышали. Мы же все внуки вот этого режима. И сейчас, когда уже 20 лет пропаганда льет с экранов телевизоров, вот именно эту модель, мы власть святая, мы наконец-то тут распрямились, встали с колен, мы наконец-то сбросили оккупантов. Ну, это глупость, которая вообще не вписывается в реальность. Но она поразила сознание. Она вот эту вот единственную извилину, которая и так прямая, она ее так облепила, что туда не пробивается лучик света. Попробуй человека такого пригласить к размышлению. Давайте вот взвешиваем то и другое. Твое заявление и реальность жизни. Бесполезно. Вы замечаете, что там нет способности рассуждать. Вот они в этом клише, который им внедрили, в который их с пеленок засосали, они там сидят. Мы же это помним. Поэтому, когда вы увидите человека, способного рассуждать, он уже давно уехал, хоть в Португалию, хоть в Австрию, хоть в Аргентину. Он отсюда уехал, потому что он увидел. Здесь топь уныния, здесь болото, которое нельзя ничем, нельзя осушить. Здесь, правда, сразу считается злом, преступлением. За нее расстреливают. Но это же опыт, это же пережитое. Возьмите людей веры, например, наш протестантский поток людей. Они все прошли через тюрьмы. Они все прошли через тюрьмы. Не просто им там писали, ты там глашатый или ты там агент иностранный. Их в тюрьму. И статья простая, хоть тунеядец, хоть что угодно. Сегодня то же самое. Объясните себе и людям, почему свидетели Гова в тюрьме. Когда-нибудь посягали они на государственный строй, на какие-то политические преференции. Когда-нибудь они просили себе каких-то особых условий. Никогда. Они никогда никого не трогали. Они просто говорят, мы веруем в Геегову. Вот в Писании, в Священном написано такое его постановление. Мы ему веруем. Все. Их, понимаешь, мало того, что сделали экстремистами, в тюрьмы загнали. Шесть лет срока за молитву, за чтение Библии. Что это за режим? И вокруг него вот это создается именно такая атмосфера, что вот это они враги. Они же там, понимаете, иностранные агенты. В обществе это воспринимается в раз. Плюс вам это пишут так называемые боты. Проплаченная агентура, которая была посажена вот в этих цифровых системах с определенным заданием. Какие высказывания должны быть объектом вашего... На них сразу реагировать. Высказали вы такую точку зрения. Засыпать вот им противоположными. Завалить и сделать вид, что на самом деле вся страна, вся страна живет радостно и счастлива от того, что Кремль их ограбил, обворовал. И они счастливы и радостны от того, что у нас есть эта возможность нападать на сирийцев или на украинцев, или еще какую-нибудь агрессию совершить. Мы очень счастливы, потому что наши там взломали какие-то компьютерные сети в Америке. Мы просто на седьмом небе от счастья. Это же создается искусственно, такое мировоззрение. И оно у нас вот получает продукт, как говорил один умный. Мы долго-долго делали советского человека. И, наконец, о ужас, мы его сделали. Попробуй исправь. Собачье сердце там исправили. Там еще успел. А вот уже здесь у нас не успеешь. Ну да. У меня на этой неделе была вторая апелляционная инстанция. В суде был. Так там вообще, знаете, просто я своему адвокату сказал, говорю, Алексеевич, Николай Алексеевич, вот твоя работа, она уже не нужна. Потому что, смотри, мы до чего дошли. Если у тебя хочет отжать бизнес, чиновник или мент, ты в судах правды не найдешь. Не найдешь нигде, да. Если у тебя захотят деньги забрать, ты в судах правды не найдешь. Вот у меня, представляете, я проповедовал серебролюбию кое-нибудь всех зол. И начал говорить, смотрите, у нас как воруют. И вот если это зло не убрать, то не поднимется страна. И меня взяли, выдернули некоторые стихи. И уже вторую инстанцию, представляете, осудили, что я разжигаю межрегиозную и межнациональную роль. Ну, а эта фраза, она же такая, у любого слова ее подставь и попробуй что-нибудь доказывай, сколько угодно. Да, и вот в этом-то абсурдность, что, ну, вообще исследования проходят, просто пишут какое-то дело, и просто, и судья вот так шлеп, все правильно, все правильно. Хотя, никто проводил экспертизу, не имеет образования в соответствующем. Ну, в общем, ты видишь, что сегодня, ну, как бы на месте суда беззаконие. На месте, где должна быть справедливость, ложь. И вот я тогда, вот, я когда это все, это вижу, потому что со мной хожусь, у меня, как бы, ну, внутри, как бы, я понял, что, ну, надо идти, вот, пока вот, знаешь, будешь отвечать пред Богом, надо идти, как говорится. И неважно, как там дальше будет. Не щадя живота своего. Да, не щадя живота, да. Ну, у меня отсюда вопрос. Вот, допустим, первого, да, вот, знаете, Геннадий Махненко, сегодня вот слушал, и он просто так вот сказал, уходите от гендерных пасторов. То есть, он говорит, если люди говорят, у тебя, у каждого своя правда. Ну, то есть, и он говорит, ну, как у каждого своя правда? Ну, да, священник обязан доковыряться, что есть истина, и высказать правду Божию. Это то же самое, ну, как бы, ты не определился, то ли ты мужчина, то ли ты женщина. Ты гендерный пастор, и говорит, эта церковь не может быть живой. Вот как вы относитесь к такому выражению, к гендерные пастора? Ну, мы выражений много можем найти, но на самом деле это то, что Христос определил лжеучителя. Вот, есть пастор истинный, да, а есть наемник, вот так он сказал. Вот этот гендерный пастор, он есть и молодой такой, не обязательно, чтобы он был старик, который уже выжил из ума. Или у него просто философия жизненная, вот такая, сформированная в Советском Союзе. Сегодня молодых сколько угодно вы найдете, и они с пеной у рта доказывают, что власть священна, на нее никаким образом нельзя косо посмотреть, вот, невзирая на реальность. Это люди, у которых отсутствует, собственно, критическое мышление. Поэтому вот можно уходить от гендерных пасторов, но куда мы пойдем? Важно, чтобы нам вот рядом со Христом оказаться. Вот для меня уже теперь я гендерный и пастор, и дед, и все, что хочешь, но для меня Христос, вот это вот жизнь, жизнь явилась. Вот это тот, который говорит, я есть путь истинной жизни, тот, которого я исследую в течение моих лет жизни в Советском Союзе, в теперешней России, в церковной аудитории, в светской аудитории. Я нахожу, что вот при всем многообразии мировоззрений, философии, вот это действительно настоящая истина, которая во все времена остается неповрежденной, остается универсальной, остается такой истиной, которая открывает двери в небо. Вот я бы сдержался такого пастора, который стоит сейчас, вот, как Павел говорит, «Доколе не изобразится в вас Христос». Ну, мы это за дерзость почитаем, но я за то, что вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. И вот сегодня моя ответственность, если я облекся во Христа, быть Христом. Грубо, дерзко, да? Это почти гордий лифт. Быть Христом, представителем Христа, быть его отображением. «Доколе не изобразится ваш Христос». В чем это изображение? В том, рубахи я такие буду носить? Да нет, рубахи я могу носить любые. А вот тот внутренний мир, эти отношения с небесным царством, это представительство небесного царства, это принципы небесного царства, это законы небесного царства, которые, прежде всего, я к себе адресую до такой степени непреклонно, что даже если хотите, можете меня убить, но я не могу этому изменить. Вы можете меня лишить жизни, но моей верности Христовым заповедям вы меня лишить не можете. Вот какая должна быть у нас христианская фундаментальная позиция и у пастора, и у паствы. Именно вот здесь начинается преображение общества, которое, если так именно в себя преобразовали во Христе, он попадет в ситуацию, где коррупция норма, где говорят, не будешь воровать, ты чужой, у нас не можешь. И он говорит, пожалуйста. И были ведь в советское время, ложили партбилеты, говорили, не будем воровать. Были в наше время гаишники, которые говорят, не будем брать взятки. Их увольняли, снимали погоны, но они не предавали. Как лютер, на всем стою, и не могу иначе. Вот такие нужны экземпляры верующих людей, как вы, которые становятся вдруг субъектом общества. И этот субъект вдруг в это общество полной тьмы света лучи посылает и правду говорит. Опять возвращаемся. Сегодня один Навальный, да и того задушили. А где церковники? А где люди, которые во имя Христа говорят, так делать нельзя? Почему полицейский может с дубинкой выходить на улицу и бить людей, прохожих? И эти, начиная до президента, говорят, это правильно, это нормально. Как это можно гражданина России бить дубинкой? Никакого суда, никакого обвинения, никакого нарушения закона. Он просто идет по улице. Его выламывают руки, его бросают об асфальт, его бьют дубинками. И все, и священники, и несвященники, и чиновники, и полицейские, и прокуроры, и судьи говорят, правильно, так и надо. И вы говорите про суверенную Россию, вы говорите про Россию, которая уважает мир, вы говорите про страну, которая встала с колен, да она не встала с колен, она легла уже лицом в грязь, а сверху омоновские дубинки. И никто об этом правду не говорит. Потому что вот если ты говоришь, значит тебя уже завтра придут менты и заберут. Ну да. Я удивился, я когда вышел из дома, 15 омоновцев стояло, меня ждало. Когда я вышел. Не, они не вас дали, они думали, что... К вам же зашли их представители с бумагой. Нет, там получилось как. У меня ночевали два блогера дома, и один, и координатор штаба Навального по Кемерово. И я говорю, ну, я живу возле, в центре, я говорю, давайте, ну, как бы, переночуйте меня и вместе выйдем. Да. Я вышел, ну, первый вышел, но меня не взяли. Я говорю, вы по мне? Нет. Ну, я им звоню, говорю, ребят, ну, вы сейчас выйдете, а шага не сделайте. Вас стерегут, да. Ну, так оно и было. И вот мне, конечно, удивительно было, почему не взяли, ну, как бы, хотя предупреждение сделали. Ну, мы... Ваша позиция здесь очень ясна, Юрий Кириллович. Я просто думаю, что очень важно, чтобы люди в наше время слышали разные точки зрения, особенно смелых пасторов. И последний вопрос. Я, конечно, сейчас никого не... то самое... ни к чему не призываю. Но, вот смотрите, 31-го хотят вроде как опять делать шествие и продолжать, продолжать, продолжать. Ну, выходить. Как в этом самом Белоруссии проходили? Ну, выходили, выходили, но вроде как сейчас там утихло все в Белоруссии. В Хабаровске походили, походили, утихло. Как вы считаете, бесполезна эта акция или все-таки они имеют какую-то определенную пользу? Видите, когда такой процесс не имеет конечной цели, вот, ну, есть некая энергия, она иссякает, безусловно, месяц ходить, два можно ходить, потом, безусловно, иссякает. Сильное, тотальное, вот такое сопротивление власти, которое, несмотря ни на какие законы, избивает буквально людей, сажает в тюрьмы десятками и сотнями. Оно, конечно, угошает энергию, и у людей возникает страх, и так или иначе. Что в итоге, на выходе, вот, когда это все придет к такому затуханию, у власти создается убеждение, что, кто бы там не возбуждал вот это сопротивление, кто бы не инициировал, американцы ли, натовцы ли, или там, навальновцы, вот, как бы оно не было мощным на старте, мы его легко и просто задавим. У нас есть Росгвардия, у нас, в конце концов, есть разные орудия, смертоносные, и мы еще не включали всю энергию, чтобы давить вот такие вот марши мирные. Поэтому мы легко их пересажаем. У нас достаточно еще лагерей, в которых мы можем уплотнить всех узников. И, поскольку у них нет по-настоящему вот этого, какого бы то ни было видимого изменения общественного настроения, потому что, чтобы изменялось общественное настроение в той же Белоруссии, они же ведь не пошли на то, чтобы сделать забастовки, чтобы остановить производство. А по улицам погуляли, те побили, ну, избили многих, усадили многих, некоторых вообще убили. В результате энергия кончилась. Я бы не сказал, что такой процесс имеет продуктивную перспективу. Это некоторый выхлоп, некоторый выхлоп, некоторая еще одна такая, знаете, страница опыта, которая говорит, ну, это бесполезное дело, это бесполезное дело. Это еще одна страница опыта, которая провластным структурам и вот этим ребятам с дубинками говорит, задавим любую толпу, пусть их выйдет даже 100 тысяч, задавим. Что они нам могут сделать? Ну, еще две машины разобьют, потому что нет настоящего продуктивного плана, нету цели настоящей. И в обществе, самое главное, нет поддержки. В обществе фатальное равнодушие. Фатальное равнодушие. Массовое сознание, моя хата с кровью, я ничего не знаю. И я опять же говорю, вот все институты, школа, образовательные учреждения, церковь, все эти институты на службе у власти. Сейчас же в школах пришли, вы были там, пожалуйста, репрессии. Сейчас же в институте вы были там, пожалуйста, репрессии. Педагог выгнали, студент выгнали. Понимаете, какая вещь? Это же тотальная, власть имеет такое насилие. А как против него противостоять? Я бы не рекомендовал поджигать или ломать, я не думаю, что в этом есть правильный выход. Но если бы говорить о нашей христианской позиции, наша христианская позиция, нам нужно освободиться от иллюзий, что мы можем быть тут комфортно, прислуживая власти, хорошо, безбедно жить. Можем, можем, только тогда не надо говорить, что мы священники Бога Всевышнего. Надо говорить, мы священники президента, мы священники губернатора, мы священники олигарха того или другого. А если ты священник Бога, доставай Божий закон, живи по этому Божьему закону сам и требуй исполнения Божьего закона от всех. Я снова говорю, это вот массовое сознание, мы легко и просто продаем там иконки, бутылки с водой святой и причастие продаем. Святую кровь Христа и тело Христа. Кому продаем? Продаем тех, которые церковь гонят, душу давят, которые народ обескровили, лишили хлеба и священники спокойно стоят в этом процессе одурманивания, спокойно берут свои 30 сребреников и продают своих прихожан. Продают их буквально в узилище, продают их вот туда, на эту паперь, где они за понюшку табака пашут, обогащая вот этих людей, зарвавшихся, ненасытных. Тогда им зарплату кидают с этого, как крохи со стола, нате вот так, сами вместе там, перебивайтесь как-нибудь. И священник нигде никогда не встал и не сказал, что же это вы такое говорите. Это человек Божий. Это Божье создание. Спасибо, Юрий Кириллович. Конечно, на что вместе поплачем. Пока я сейчас только вижу, что есть только, знаешь, у священника принципиальная позиция стоять просто перед Христом, перед Богом. Даже если ты не видишь выхода, просто нет своей сущности. Это обязанность священника. Выход никакой не нужен. У нас выход есть на небе город. Мы все понимаем, что мы жители небесного царства. Мы здесь представители небесного царства. Мы здесь утверждаем эти принципы небесного царства. Мы их учим, усваиваем, по ним начинаем здесь жить. Но только это добровольно дело. Христос говорит, не хотите ли вы отйти от меня? Вот туда, там пиршествуют блистательно. А со мной вы будете изгоями, и ваше имя пронесут как бесчестное за меня. И распнут вас за меня. И оклевещут вас за меня. Поэтому, когда мы говорим об устройстве земного торжища, мы попадаем так или иначе в революционную струю, которая ничего кроме крови не производит. А если мы остаемся со Христом, утверждая принципы, тогда нас кровь прольют, но мы останемся чистыми святыми. И мы действительно как мученики за веру будем. И тогда уже Царство Небесное принято в объятия своим. А это и главное, что ради чего стоит жить. Меня гнали, будут гнать и вас. Мои слова слушали, будут слушать и ваши. Я заметил следующее. Когда ты говоришь истину, когда ты говоришь ступаешься за несправедливых, за справедливость, за угнетенных, когда ты говоришь правду, голос слышится. Просто на себе могу сказать, ко мне стали блогеры приходить и сказать, слушай, интересно, увидели священника, блогера, который не боится говорить правду. Давай сотрудничать. Это нонсенс, что такое. Хотите, вот мне просто всегда, я смотрю, некоторые постараю выставлять эти, ну там сейчас зум-конференции, Россия спасена, и такие кричащиеся урнги, а я думаю, как Россия будет спасена, если ты сегодня не спасаешь, не говоришь слова за угнетенного, за несправедливо осужденного, за сироту, как она будет спасена? Просто то, что ты крикнешь, и вот это все будет происходить, помазание сойдет, огонь придет, как это вот. Нет, глубочайшая травма общественная церковная, потому что церковной ограде в небольшом количестве людей возвещаются хорошие, благостные такие елейные слова, которые могут создавать какую-то иллюзию духовного присутствия, но за забором церкви реальная жизнь, где не обманешь, не проживешь, где тебя унижают и отвергают, и ты должен там быть, когда ты не понимаешь своей миссии там, вот в этом обществе, когда ты боишься открыть рот, когда ты боишься постоять за себя и правду свою отстаивать, вот это состояние дворушничества, это двойственность, оно же убивает саму личную внутреннюю веру, потому что я приспособленец, потому что мое христианство это там час-два в неделю и все, и оно бесплодное, я о нем не могу священник, который должен был бы помочь выйти из этого состояния раздвоения, чтобы я представился христианином, чтобы я пошел, как это говорит, эти всесветные возмутители пришли сюда, в темницу их, убить их, но они-то оставались, и за ними вставали новые люди, а за нами кто будет вставать, если вы такие же как они, присмыкающиеся, сами тоже облизываем сапоги чиновников, сами им там аплодируем и говорим, ах, наша любимая власть, только что за нами идти, они сами такие, и все такие, вот когда скажешь правду, вот когда скажешь правду во имя Господа Иисуса, вот тут уже голос, о, что это такое звучит, такого раньше не было, неужели есть другое, есть другое, есть святое, есть праведное, Господь неизменный, Он с нами, Андрей Владимирович, спасибо вам большое, спасибо вам большое, мы с вами почти час общались, еще раз спасибо большое, я думаю, действительно, как в Писании сказано, возбуди храбро, то есть, я думаю, что вот эти беседы, они прежде всего должны, ну, как бы, коснуться тех людей, которые пред Богом хотят, пред Христом хотят Его волю, и не надо взирать, что я потеряю, если хочешь душу свою избежь, должен ее потерять, аминь, до свидания, до свидания, благословения подписывайтесь на наш канал, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, может быть, мы еще сделаем передачу, всего доброго, друзья, до свидания, славяни вам, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok